Слава нашему Господу! Настроились на Слово Божие. И будем внимательно внимать тому, что Бог сегодня хочет нам с вами сказать. Всегда очень интересно, потому что Бог всегда ли нас готовит, и это всегда нам во благо. И весь народ сказал Аминь. И нужно понимать, что Дух Святой нас с вами готовит в небеса. Поэтому будем очень внимательны к слышанному, растворим это в себе, не так, чтобы в одно ухо впустили, а другое выпустили. Наоборот, чтобы Слово Божие, оно сохранилось в нас. Есть враг души человеческой, который ворует Слово Божие. И когда мы невнимательны, он приходит и похищает. Об этом рассказывает Иисус Христос в притче, когда говорит, что семя упало при дороге, и птицы склевали его. Так вот, причина заключалась не в том, что семя было плохое. Причина заключается в том, что оно упало на камни при дороге. И, естественно, птицы склевали его. Поэтому твое сердце, если оно каменное, то будь уверен, если ты не приготовил удосышание Слово Божие, конечно же, вот та птица, которая называется Сатана, обязательно склюет то, что Бог сегодня сеет в нас. И ты не принесешь никакого доброго и хорошего плода. Всякий раз, когда мы слушаем Слово Божие, проверяем его по Писанию, мы назидаемся этим Словом Божиим, мы открываем для Христа и Духа Святого дверь в своем сердце, для того, чтобы Бог сел в это сердце, как на благодатную почву. И когда сердце приготовлено для слышания, и когда оно внимательно слушает, сердечное ухо открыто, и тогда то, что Бог посеял, принесет плод в 30, 60, написано, в 100 даже крат. А нам с вами скоро предстать перед Богом, и, естественно, мы должны принести ему дары. Будет урожай, будет жатва, жатва уже идет, и Господь уже многих уже забрал, они уже предстали, многие еще будут предстанут перед Богом, а кто-то доживет до момента, когда мы не умрем, но во мгновение ока изменимся и будем подняты на облака воскресения нашему Господу. В любом случае, на каждый момент жизни ты и я должны быть готовы, чтобы принести Богу плод 30, 60 и во 100 крат. Аминь. Вот об этом сегодня давайте поговорим, о наших плодах. Необычно немножко поговорим, не совсем стандартно, когда люди в церквях рассказывают о плодах. И, как правило, мы знаем эту тему. Я хочу с вами поговорить сегодня о том плоде, за который мы с вами получим венцы. И я буду читать сегодня второе послание к Тимофею, глава 4. Апостол Павел пишет своему ученику, духовному сыну, пишет послание и в нем говорит такие слова «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Павел говорит ему о том, что его время ухода с этой земли уже пришло. Вы сами в себе внутри чувствуете у себя, что ваше время тоже подошло. Что время отшествия нашего от земли уже подошло и так близко. Вот это ощущение у Павла, и не просто его ощущение или чувствование, он от Господа это знает. Иначе он просто так бы не говорил бы, словами не бросался бы. И мы от Господа знаем, что время нашего отшествия уже очень близко. И вот он говорит «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И восьмой стих «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». И когда у нас с вами приходит время отшествия нашего, то мы должны с вами понимать, если мы дети Божьи, если мы не называемся таковые, то должен, по идее, ожидать венец. Но для этого мы должны свою веру до последнего момента сохранить и что? Течение свое совершить. Условия получения венца. Сохранить веру. Казалось бы, все, вера, мы ей спасаемся. Мы спасаемся, только вера, нам больше ничего не надо. Просто веруй в Бога и до свидания. Нет. Однако, послушайте, что говорит апостол Павел. «Я веру сохранил и течение совершил. И за это теперь готовится мне венец правды». Тебе нужно не только знать, что Иисус Христос есть Бог веровать. И Слово Божие говорит, и бесы веруют и трепещут, но в Царствие Божие они не попадут. Поэтому еще нужна одна деталь. Очень важно, необходима нам с вами деталь, чтобы получить венец, чтобы получить свою награду. Нам надо совершить Божье течение, то есть Божье поручение в твоей и моей жизни. Господь выбрал тебя, Господь спас тебя и хочет, чтобы ты еще и помог другим. И каждому из нас Бог дает определенное течение, то есть дает определенное задание, чтобы мы исполнили. Это есть наш с вами плод. Бог сеет у нас Слово, а это Слово принесет ответные плоды в 30, 60, 100 крат. То есть мы для Бога что-то успеем сделать в этой жизни, а желание Его сердца спасти как можно больше людей. «Ибо я не желаю смерти грешника, но чтобы все были спасены». Это желание нашего Бога. Наше желание – это не Его желание. И наши пути – это не Его пути, а у Него есть главный путь. И вот этот путь, на который мы с вами встали. Поэтому твои желания значения не имеют. Твои старания и пути куда-то, куда ты хочешь ходить – это Бога не интересует. Он говорит, что у Него есть свой путь и есть свои желания. И мы должны исполнить что? Божье желание и совершить Его путь. Это называется течением. Об этом говорит апостол Павел. Говорит, веру сохранил, течение совершил, и теперь готовится мне венец правды, который вручит мне кто? Посмотрите, кто говорит? Господь. Это наш с вами Иисус, и Он хочет, чтобы мы получили венец. Что такое венец? Награда. Награда за то, что ты жил на этой земле, будучи верным Иисусу Христу. Должна быть за это и награда. И если ты действительно совершил Божье течение, ты получишь награду. Вы хотите получить награду? Или хотите предстать перед Богом с пустыми руками и развести руки и стать? Ну, я не знаю, ты дал мне талант, я его закопал. Иисус рассказывает у Причард. А вот какой ты, значит. И сказал, возьмите его, выкиньте его во тьму кромешную. А его, говорит, динарий или отдайте его плату другому. Тому, кто 10 раз приумножил или в 5 раз приумножил, чтобы нужно было бы приумножить это. И за это мы получаем награду. И если ты не приумножишь то, что Бог в тебя вкладывает сейчас, то ты тот, кто закопал все то, что Бог в тебя вложил и не приумножил. Получил спасение сам, помоги получить спасение другому. Поэтому, когда мы с вами поем и прославляем Бога, кому-то мы хотим принести спасение через песню. Кто-то выходит, читает стихи. И там такие слова, что касаются самого сердца. Для чего? Половина из стихов вообще относится не к Богу, они относятся к нам. И мы выходим прославлять Бога стихами, а там вообще к Нему ничего не относится. Там все относится к нам. Но для чего это делается? Чтобы посеять то Божье. Чтобы совершить это течение, посеять то Божье в кого-то, кто еще не знает Бога. Кто к Нему еще не приблизился, или только приближается, чтобы получилось спасение. Поэтому все наши богослужения с вами настроены только на одну единственную цель. На спасение человеческих душ. И весь народ сказал Аминь. Вы можете себе поверить, что Бог создал церковное богослужение для того, чтобы мы себя развеселяли? Люди страдают в мире тем, что многие церкви стали шоу. Делать просто шоу для того, чтобы удержать каким-то образом людей. Они приходят, жертвуют. А надо платить свет, надо платить газ, надо платить здания громадные из стекла и бетона и с кучей света, звукооператоров, охранников и всего-всего-всего. За это все нужно платить. А люди не хотят Бога и надо как-то их завлечь. И тогда они устраивают шоу. Начинают делать у себя всякие различные шоу. Я не буду рассказывать про это все. Захотите в интернете посмотреть, если у вас есть такое желание. Вплоть до того, что даже Библию, футболят ногой. Даже до этого доходят уже люди. Но это не то, что хочет Бог. Это не то, что спасает людей. Нам с вами нужно спасать новые души. И мы приходим в церковь для того, чтобы самим укрепиться в вере и чтобы других еще привести. И чтобы другие стали на путь истины Божьей, приняли Христа и тоже были спасены. Ради этого все и делается. Ради этого Павел мучился и страдал. Ради этого Павел пишет, я был и на дне моря. Я и был битый. И меня били столько раз. И меня избивали камнями, вынесли за город уже мертвым и бросили там. А Бог душу вернул в тело мое. Я снова встал и пошел проповедовать Евангелие. Тут надо понимать, что он пошел не палатки делать, а он пошел проповедовать Евангелие. Палатки он шил, чтобы никому не быть в тягость. Чтобы никто не сказал, мы тебя содержали, мы тебе платили, поэтому ты такой умный. Нет. Он сам еще и палатки делал для того, чтобы он сам себя содержал. И никто не мог его упрекнуть. И теперь, когда пришло время, когда он совершил течение, когда он столько проповедовал, а давайте признаемся себе где-то в глубине своей души, давайте поймем для себя, что все, что мы читаем в Библии, в Новом Завете, мы в основном читаем послания апостола Павла. Мы на них очень сильно назидаемся и наставляемся. Большинство посланий в Новом Завете это послания апостола Павла. Мы, по сути дела, и учимся на его посланиях очень сильно. Да, есть еще некоторые послания, еще некоторых учеников, но практически весь Новый Завет это послания апостола Павла. И мы читаем эти послания, потому что, наверное, они очень сильно к нам направлены, к язычникам, и мы на них учимся, и там большая глубина и мудрость Божья. И этот человек, вплоть до того, что даже умирал несколько раз, продолжал проповедовать Евангелие и говорит, я бы уже хотел бы разрешиться. Он говорит это в средине своего пути и говорит, я бы уже хотел разрешиться. Что за слово разрешиться? Умереть и уйти отсюда, он говорит. Но ради вас, ради того, что еще нужно спасти много людей, и я еще нахожусь здесь, и Бог держит меня еще здесь. Он, оказывается, был на третьем небе, он видел то, чего мы с вами никогда не видели в своей жизни, он даже слышал то, что даже не мог сказать слова неизреченные, что их нельзя перенести, и вот даже сюда на землю нельзя это сказать здесь, чтобы вы себя поняли. И он говорит, меня здесь ничего не радует, здесь все для меня теперь уже как мусор, здесь как свалка, после того, что я был на небе, то теперь это как мусорная свалка. Он говорит, я хочу туда, хочу разрешиться. Но, говорит, вынужден, потому что нужно спасать еще много душ. И Павел продолжает умирать, опять терпеть побои, опять тонуть, и все это происходит в страхе от своих, в страхе от чужих, в страхе от бандитов, в страхе от внутренних страхов, говорит. И вот эта жизнь человека, который проповедует Евангелие, несет спасение людям. Вот так он живет, и наконец-то его жизнь подошла к концу, и он говорит, я уже знаю, мое время пришло. И он говорит, я веру сохранил, течение совершил, а теперь Иисус мне вручит венец. Это жизнь наша с вами. Это то, что должно увенчать наше с вами это житие на этой земли и переход туда, на небо. Нас с вами должен увенчать Божий венец. Мы что-то должны успеть сделать в этой жизни. И нужно поторопиться. И вот, говоря как раз именно об этом, о нашем с вами венце, апостол Павел чуть-чуть раньше говорит удивительную вещь, о которой мы сейчас с вами будем разговаривать. Вторая глава, второго послания к Тимофею, пятый стих. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Увенчается. Мы с вами должны подвизаться, взяться за дело Божье, чтобы получить венец, он говорит. Но дальше он говорит, но если ты возьмешься не за свое дело, венца не получишь. Вот это написано в этом пятом стихе. Если кто же и подвизается, не увенчается, то есть не получит венец, если незаконно будет подвизаться. Если возьмется за дело незаконно. Не то, которое Бог ему поручил. А оказывается, не только нужно еще что-то делать в этой жизни, чтобы попасть в небеса, нужно еще делать то, что Бог от тебя хочет. Не то, что ты себе напридумал, намечтался себе, и опять мы возвращаемся к словам Христа, он говорит, ваши пути не мои пути. Когда ты себе представляешь, я сейчас буду такое делать сейчас в христианстве. Подожди, остановись. Тебя Бог не призвал для того, чтобы ты сейчас наделал в христианстве такого, прямо то, что у тебя какие-то планы есть свои. Он хочет, чтобы ты шел его путями, исполняя его волю. И апостол Павел говорит, мы все должны с вами подвизаться в дело Божье. Однако, никто из вас не получит венец, если подвизается не в свое дело. Не в то дело, которое Бог от тебя хочет. Нужно подвизаться в дело Божье именно там, где Бог тебя хочет видеть. И делать именно то, что Бог от тебя хочет, а не то, что ты себе придумал. Очень многие себе придумали. Мы поедем в Америку и будем там проповедовать Евангелие. Кому? В стране, в которой это все родилось, где началось пробуждение. В стране, которая приехала сюда, в Африку и везде, и миссионировала все наши страны и наши города, для того, чтобы принести нам сюда Евангелие. Теперь вы поедете Евангелие нести им, они лучше вас его знают. Вас Бог просил ехать проповедовать куда-то Евангелие, в Америку или там в Германию, или еще куда-нибудь. Нет, конечно. Это только в том случае, если Бог действительно тебя поручил быть миссионером и направляет тебя, Господь, чтобы ты миссионировал там. Это должно быть от Господа, а не от тебя самого. Но если ты сам себе решил и придумал, что я сейчас перееду отсюда, перееду туда. Ты просто ищешь хорошей жизни и говоришь, я там буду проповедовать, я там буду американцам рассказывать. Послушай, если ты подвизаешься не в свое дело, то венца ты за это не получишь. То есть, в конце твоей жизни награды у тебя не будет. Если для себя ты решил, вот я перееду, поеду и буду делать вот это, ты сначала спроси у Бога, Господи, я правильно делаю или нет? Нет, потому что если ты сам себе придумал, потому что тебе нравится там, где хорошо и туда поедешь, собери случай в Африку поедь. Поедь куда-нибудь к мусульманам, чтобы им рассказывать о Христе. И опять-таки, ты не получишь венец все равно, если ты подвязался не в свое дело. Если ты живешь среди мусульман, проповедуй, Бог тебя там держит для того, чтобы ты проповедовал. И говорит, не молчи, открой уста свои, я наполню их. И говорит, настой во время и не во время, настой своим родственникам, настой своим друзьям, знакомым, настой на работе. Где ты работаешь, где ты трудишься, а мы трудимся на работе по 30 лет, а люди даже не знают, что мы оказываются христиане, что мы ходим в церковь. И такое бывает сегодня. И такое можно сегодня найти, то неужели ты думаешь, что ты получишь венец от того, что Бог тебе дан место работы. Ты там работаешь, тебя столько лет люди видят и даже не знают, что ты оказывается христианин. Ты не увенчаешься. И что это за вера такая, которую ты должен был сохранить, и никому ее не показываешь. Идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Это задание Божие для каждого из нас. Так вот, хочу вам сегодня сказать, что многие из нас подвязаются не в свое дело. И не получат венец, потому что дни уже последние, и нам сейчас с вами придет от Бога решение, кто увенчается, а кто не увенчается. Так вот, задумайтесь над тем, что вы делаете в жизни, под что вы подвязались, чем вы занимаетесь, и достойно ли вы получите венец или не получите его вообще. И я начну вам коротко, начну рассказывать вам немножко, набросая вам странных и странных вещей. Например, лично я никогда не хотел быть пастором. Для меня было хуже всего это быть пастором. Я так умолял Бога, сколько я трудился, служил, я произвел 25 лет, я произвел по церквям, как благовестник, я умолял Господа, не хочу быть пастором. Я буду ездить, я буду петь, я буду проповедовать. Я и проповедовать не хотел. Я и об этом просил Бога. Говорил, Господи, пусть проповедуют другие, я буду просто петь. Сейчас я уже, когда себя слушаю, я понимаю, я так похож на Моисея, который пришел к горящему кусту. И Бог ему говорит, ты пойдешь, и ты выведешь мой народ. А он стоит, я не могу, я красноязычный. И Бог говорит, хорошо, я дам тебе Аарона, я буду говорить с тобой, а Аарон будет передавать это все народу. И Моисей опять говорит, нет, все равно пошли другого кого-нибудь. И сказанный гнев Божий возгорелся на Моисея. У Бога есть конкретное поручение для его жизни, а он юлит туда и сюда для того, чтобы ему сбежать и только бы этим не заниматься. И Писание говорит, что гнев Божий возгорелся на него. Поэтому, когда мы делаем не то, что нужно, не то, что хочет Бог, вы можете обязательно получить то, что гнев Божий возгорится на нас с вами. И вот этот человек все равно пошел и исполнил Божью волю и вывел израильский народ, вывел из египетского рабства. Это было Божье поручение. Для нас с вами это очень важно – исполнить его волю. Но если я сам беру и подвязаюсь в то, что не надо было, если бы я сам начал драться за этот портфель, разносить по домам гречку, чтобы за меня проголосовали, я стал пастором, я подвязаюсь в то дело, которое Бог мне не поручает. И сегодня есть много, я признаю честно, сегодня есть много пасторей, которые купили свою должность. Не ради спасения душ, а ради того, чтобы стоять у руля церкви. Причем они даже не знают, как она страдала, как она строилась. Они уже получают готовую церковь. Некоторые даже умудрились украсть церковь у других. Так сказать, отжали. Сегодня это модное слово. И мы имеем много примеров, когда кто-то строит, кто-то делает, а потом у него отжимают церковь, ставят туда своего пастора. И там уже пастор начинает руководить тем, что не он строил и не он делал. Я в своей жизни, к сожалению, за 25 лет видел очень много подобных вещей. И не только на периферии, но и в столице. Сегодня есть пастора, которые просто отжали чужую церковь, потому что они сильно хотели быть пастором и им понравилась какая-то большая церковь. И не надо строить, не надо искать проблемы себе, и спонсоров искать, возможности. Ты просто отжимаешь это и забираешь это себе. Было время, когда и к нам сюда приезжали и привозили сюда толпу пасторов для того, чтобы отжать у нас с вами эту церковь. Вы помните? И мы не дали им такую возможность. Не я, я стоял в стороне, наблюдал за всем, что происходит. А церковь сказала, нет, не надо нам другого пастора. Вот так происходит сейчас. Вот такие вещи сейчас происходят перед тем, как Господь придет. Я не хотел быть пастором, но Бог не спрашивает никогда. Он делает то, что он считает нужным. Он пришел к Гедеону и сказал, Гедеон, ты поможешь израильскому народу. А тот ему говорит, я из самой малой, из самой малой семьи, из самого малого колена. Оказывается, Бог именно так и выбирает. Берет самых малых из самой малой семьи, из самых малых колен, берет для того, чтобы потом показать всем, какую дает силу и мощь. Таким был у нас Давид. Он был самый младший в семье, да? Он был самый маленький в семье. Даже никто не мог подумать. Давида помазать на царство маленького Давида, который пастушок там, тут выбирает, стоят сыновья и всех так смотрят. А Бог говорит, нет, тут того нет. Здесь того, которого я избрал, здесь того нет. И священник спрашивает, а у тебя еще сын есть? Да, но он малый, говорит, он там стадо пасет. Оказывается, это он и есть. Вот тот малый, который пасет стадо, и Бог благословил и помазал его. Бог принимает подобные решения. И когда ты в подобном решении, когда тебя избирает Бог и ставит на это служение, у тебя есть все возможности. У тебя есть сила и помазание Божье на любое служение. Будь то детское служение, будь то лидерство, будь то молодежное служение, будь то служение сестринское, что угодно. Если не ты сама себя выдвинула, а Бог тебя позвал и помазал на это дело, ни одно оружие, сделанное против тебя не будет иметь успеха. Это принцип Божий. И ты можешь выйти на Голиафа и не бояться. И не случится такого, что Бог тебя помазал. Ты идешь, чтобы делать его дело, выходишь на Голиафа, раз-два убили Давида и все, Давида утащили с поля. Ну, видишь, какой заносчивый. Говорили ему, братья, что у тебя сердце испорченное. Он подвязался в то, что Бог ему поручил. Скажите, Давид увенчался успехом или нет? Давид увенчался успехом. И мы знаем его успешную жизнь, его успешное служение. И Бог сказал, муж по сердцу моему. Вот это успех, когда вы делаете то, что хочет от вас Бог. Но когда вы делаете не то, что хочет от вас Бог, вы хотите быть пастором. Не надо быть пастором. Если Бог тебя не поставил и не ставит на это дело, не надо быть пастором, потому что венец ты не получишь в конце. Хочешь быть проповедником, потому что они выходят, сидят в президиуме. Ты имеешь Божье помазание на это? Да, ты можешь попробовать. Да, если ты не знаешь, что у тебя оно есть или нет, да, ты можешь попробовать, и братья могут тебя пригласить. Но если ты чувствуешь, что у тебя помазания этого нет, если чувствуешь, что ты тянешь резину и так, что люди мучаются от твоих проповедей, родной мы, пойди сядь на место и сиди. Ты подвязался не в свое. Бог тебя на это дело не ставил, и значит, что у тебя нет успеха. И наоборот. Человек, которого Бог выбирает на это служение, он даст ему и слово. И говорит, ты будешь, как мои уста. И тогда человеку не нужно сеть в интернете, искать какие-то темы, перерывать это все, слушать других кучу проповедников, чтобы потом смешать их не проповедник вместе, как бы сделать что-нибудь свое. Потому что за это ты не увенчаешься. Ты за это награды и венца не получишь. Лучше делай то, что Господь тебе поручает и хочет, чтобы ты сделал. Точно так же любое другое служение. Если ты не умеешь петь, не рвись в хор туда. Я понимаю, что красиво, когда хор встает, когда красиво одетый хор, когда все поют, и такое величественное звучание. Когда группа музыкальная, когда там поют ребята, они все по голосам разложены, инструменты играют, и тебе тоже хочется там быть. Но если Бог тебе не поручил это, то венца ты не получишь. Ты можешь попробовать. Но если ты в своем сердце чувствуешь, что это не твое, и Бог тебе это не дает лучше, отойди. Не надо. Не мучай. Не заставляй петь в хоре людей так, чтобы потом все сказали, у вас так хор плохо поет, потому что ты там сидишь уже. Ты уже пришел в хор, и из-за тебя уже все искривлено. И Бог говорит, пойти стройно, с восклицанием. И если твое не стройно получается валит весь хор, родной мой, ты венец за это не получишь. Не увенчаешься. Поэтому делай то, что Бог тебе поручит. Я не знаю, что мне Бог поручает. Это очень просто. Тебе нужно иметь отношение с Богом. Когда у тебя есть отношение с Богом, ты обязательно будешь знать, что Бог тебе поручает. Причем это удивительно. Ты даже будешь не хотеть этого, а Бог тебя на это поставит. Ты будешь упираться и прятаться. И Бог скажет, все равно ты будешь. И ты никуда не денешься, потому что если это называется это избранием, и если Бог тебя избирает, Он тебя поставит на это служение. Он даст тебе успех в этом служении. Он даст тебе все необходимое, чтобы ты имел для того, чтобы сражаться на своем поле битвы. Никто не сможет тебя остановить. Ученики когда-то говорят Иисусу Христу, посмотри, Он ходит не с нами, проповедует имя твое, давай Ему запретим. И Ему Иисус говорит, почему? Но Он же проповедует Мое имя, как же взять и запретить Ему? И сегодня многие братья считают, что если ты не с ними, значит ты все, тебе надо запретить, тебя нужно остановить. Иисус говорит, нет. Тот, кто проповедует Меня и благословляет имя Мое, тот не может Меня потом проклинать. И Он говорит, запрещаю вам, не останавливайте Его. Если кто-то не от вас это делает, и если Бог ему поручил, не останавливайте это, потому что Бог накажет вас. Они приходят в селение с Иисусом Христом, а Христа не принимают там. И они мощные люди такие говорят, мы сейчас огонь сведем с неба, и пусть Он пожрет. Здесь все это селение спалим их всех. И Хрисус поворачивается к ним и говорит, вы даже не знаете, какого вы духа. Я разве пришел губить? И Иисус точно знает, зачем пришел. Было ли какие-то сомнения у Иисуса Христа о том, зачем Он пришел? За что Он получил венец, скажите? За то, что Он добрый? За то, что любви обильны? За то, что и знал бесов из некоторых? За то, что некоторых исцелил, а теперь Ему готовится венец? Ради чего пришел Христос на землю? Одна единственная цель – умереть за нас с вами, чтобы мы были спасены. Это была Его цель, все остальное Его не интересовало. И когда люди приходили, и мою дочку исцели, и мою, и мою, и приходили вообще не евреи, приходили и моих всех исцели. И Он говорил, я не могу дать вам, я пришел для заблудших овец Израиля. У меня вручение Отца. Я не делаю того, чтобы Бог не поручал мне. Так или нет? Если Иисус Христос говорит, я не делаю того, чтобы Бог мне не поручал, слушайте, то как мы можем такое делать? Как мы с вами можем браться за все подряд, что нам захочется, и делать свои планы? Как я могу стать пастором, мне Бог не поручал? Я говорю, я буду пастором, мне нравится быть пастором. Я буду этим пастором. И теперь надо всех подговорить, чтобы того пастора снять, а меня поставить. Надо организовать какие-то там мысли какие-то. Я видел даже такое, когда человек начинает ходить по семьям, по домам, и начинает говорить гадости на пастора и сплетни носить, чтобы того сняли, его поставили. Ну, ты же подвизаешься не в то, что тебя Бог поставил. Когда Бог захочет тебя поставить, то тебе не надо будет ходить и сплетни разносить, чтобы стать пастором. Бог сам в свое время тебя поставит. Смотрите, Давид бегает от Саула. Саул еще помазан, и Бог его не убирает, потому что есть определенный план у Бога. Давид не убивает Саула, чтобы стать на его место. Хотя Давид уже помазан. Он помазан уже на царство. И все знают это прекрасно, но Саул еще жив. И Давид не рвется в царе, его Бог уже помазал на это дело. И он не хочет убить Саула для того, чтобы уже царствовать. Он имеет возможности. Саул сидит в пещере, занят своими делами. Давид подкрадывается к нему, отрезает у него край одежды и уходит с ним. А потом показывает ему этот краюшек и говорит, вот, был прямо у тебя и мог бы тебя убить. Но я не убью тебя. Потому что я боюсь Бога, он говорит. Потому что я боюсь Бога, он говорит. Я не хочу быть уже царем. В свое время Бог примет свое решение. Вот как это правильно. И если мы боремся, сражаясь за то, что Бог нам не поручил, вы не получите венец. Если бы не Давид, а кто-то другой захотел бы быть царем. Знаете, кто захотел быть царем? Его сын Авесолом. Помните? Бог его не помазывал на царство. Но он для себя решил, что я буду царем. И он пошел, подговаривал, стоял с людьми, обнимался, говорил всем, какой он хороший. Что Давид такой плохой, а он такой хороший. И вот если его поставят на царя, то все сразу изменится во всем царстве. И мы так заживем вообще, так хорошо заживем. И начинает склонять людей. Потом организует бунт, переворот организует, как некоторые у нас в церквях это делают. Делают переворот и потом становятся на царство. Наконец-то становятся на пастырство. Проходит немного времени, зацепился волосами в дереве, повис и там и умер. Умер позорной смертью, очень быстро подцарствовавший и очень быстро был снят с царствования. Получил свой венец на дереве, так сказать, венец в кавычках, а Давид снова вернулся и снова царствует. И не надо было объявлять войну, позвать сириян там или еще кого-нибудь, чтобы пойти и своего собственного сына снять царствование. Давид молча ходит по пустыне и говорит, если Богу угодно будет, он вернет меня на царство. А если Богу не угодно, то что мне там делать? Если Бог меня сам снимает, то зачем мне за это драться и бороться? И я вам сегодня говорю, если кто-то хочет вас подсидеть, если кто-то снимает вас с должности, если кто-то желает вас убрать, а сам хочет стать, отдайте ему это дело. Если он делает это незаконно, Бог его накажет за это, а тебя снова вернет. И ты все равно получишь свой венец. Ты все равно получишь свой венец, но ты делай то, что Бог тебе поручает. Не надо за это снимать кому-то бошки, не надо резать уши всем подряд, не нужно это делать, потому что потом Христу придется поднимать их с земли и приклеивать обратно. Он говорит, зачем ты это делаешь? Разве не должно мне пойти и исполнить то, ради чего я пришел? Он говорит, это Петру, который отсек ухо только что. Он говорит, зачем ты это делаешь? Я ради этого пришел сюда. Я должен совершить то, для чего Господь меня послал, и вы должны совершить то, для чего Господь посылает вас. Если Бог не послал вас, чтобы вы сплетничали, лили грязь на других людей, и вы такие специалисты в области, кто прав, кто не прав, если Бог тебе не поручал этого, вместо венца ты получишь суд. Если ты садишься и начинаешь оценивать служителей, пастыров, или пастыра сидят и начинают перемывать кости другим пастырам, другим церквям, кто тебе поручил это делать? Ты подвязался в дело, которое Бог тебе не поручал. Смотрите, что написано в Библии, я прочитаю вам это место, тоже очень интересно. Евангелие от Иоанна. Третья глава. Сразу после нашего любимого 3,16 стиха. «Ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». Возвращаемся к ученикам, которые говорят, мы сейчас тут все спалим. Он говорит, вы не знаете, какого вы духа. Я не пришел убивать, я пришел спасать. Я пришел выполнить совершенно другую работу. Если Бог поручил тебе взять и ляпать грязью во все другие стороны, пожалуйста, делай это дело. Подвязайся, начинай ляпать грязью, но приготовься к тому, что даже если ты веру сохранишь свою, то течение ты совершил совсем не то. И венца ты не получишь. Если Бог поручил тебе давать оценку всем, всех осудит и назвал тебя критиком христианским, чтобы ты всех критиковал, на здоровье садись и критикуй. Если Бог тебе это поручил. Однако, я знаю точно, что даже Иисус Христос не подвязается в это дело, чтобы судить других. Почему мы за это беремся? Кто из вас, кто возьмется других судить, решать, кто прав, кто не прав, какая церковь хорошая, какая плохая, харизматы плохие, мы все хорошие, пятидесятники плохие, баптисты хорошие, баптисты плохие, пятидесятники только хорошие. Кто дал вам право заниматься этим? Кто поручил тебе решать подобные вещи? Сказано, придем и тогда все поймем. И суд отдайте мне, говорит Господь. Не судите. Он говорит, отдайте суд мне. Как хочется нам сегодня дать всем оценку и всех осудить. Опять вернемся к этому недавнему скандалу в Украине, когда один большой эксперт взял с собой еще пятерых экспертов, сели перед экраном и начали высказывать свое мнение и поднимать хайп ради того, чтобы осудить всех, кто там участвовал в конференции. Высказывать свое мнение, потом еще 20 дней еще писали и высказывали свое мнение на каждое опровержение и высказывание. Кто дал вам право становиться экспертами в этой области? Кто дал вам право говорить, в нашем братерстве так не принято? Причем здесь братерство? Разве мы служим братерству или мы служим Богу? Разве это решает кто-то отдельно или мы служим Богу? Кто-то говорит, я против того, что хлопают в церкви. Говорят, тебе хлопали и ты ничего не возмущался, когда был еврейское общение. А евреи хлопают, они что, не спасенные? Друзья мои, мы сами принимаем этот суд, мы сами начинаем судить, кто прав, кто не прав. А Бог говорит, восплещите руками все народы, захлопайте мне все народы и еще и закричите таким глазом радости. Но находятся эксперты, которые полностью все меняют. Они решают, кто прав и кто не прав и как нужно служить Богу. Заходит сам Бог в синагогу и вдруг видит человека с сухой рукой и говорит, подойди сюда. Возлагает на него руку и говорит, исцелись. И тут выходит начальник синагоги, пастор церкви. Выходит и говорит ему, нечего в субботу здесь исцелять. Есть другие дни и Бог сказал, в другие дни исцелять. Это он говорит кому? Богу. Он говорит Богу, что Бог неправильно делает. Друзья мои, мы сами докатились до этого и не понимаем, что мы делаем. Наверное, уже Христос много раз приходил через разных людей и говорит, я был голоден, вы не накормили. Я был болен, вы меня не исцеляли. Я был в тюрьме, вы туда не пошли, не посетили. Вы все осудили полностью. И вот удивительная вещь. Сам Бог приходит, заходит и исцеляет человека в церкви. И пастор церкви встает и говорит, ты неправильно это делаешь. В нашем братстве так не принято. Мы с братьями решили, так не будем делать. И уходи, и будешь потом исцелять в другой день. А в субботу здесь тебе нечего делать. Он в следующую синагогу приходит и делает то же самое в субботу. И смотрит на них, что они будут говорить. И они выводят его, чтобы сбросить самого Бога со скалы, потому что он нарушает Божьи законы. Потому что он творит безбожие. Они тащат его на край скалы, чтобы сбросить его вниз. Самого Бога. Но не абсурд? Скажите, это абсурд чего? Абсурд того, что мы беремся из-за того, чего Бог нам не поручал. И становимся экспертами в каждой области. И начинаем экспектировать сразу же пастыров, служителей, другие церкви, братьев и сестер. Мы знаем, кто должен что делать, кто не должен чего делать. Ты венца не получишь. Потому что Бог не поручал тебе все это делать. А раз незаконно подвязался, то не увенчаешься. Как много сегодня тех, кто схватился за то, что ему не давали. Как много сегодня людей хотят делать то, что Бог им не поручал. И хоть они криво это делают, но они не уступят. Это мое. Он уже давным-давно старый, у него уже ничего не получается, но он не уступит место молодому, потому что он хочет дойти до конца. Хотя и не может уже дойти, но он хочет дойти до конца. Тебя уже давно отпустили уже. С миром бы тебя уже проводили, бы святы подарили, бы уже где отдыхая. Нет. Он будет пока дышит, он еще будет там стоять. Хотя он уже говорить не может. Когда был Брежнев у нас, помните? Он уже не мог говорить. Он уже цмакал просто. Стоял и цмакал, и даже мысли у него никакие не выходили. Однако, пока он не умрет, он там решил достоять. Ты уже уступи место молодому. До свидания. И у нас тоже это происходит. И не увенчаешься, если подвязаешься в то, что Бог тебя уже давным-давно отвязал от этого. Если Бог давно уже хочет, чтобы ты уже ушел на покой и отдохнул, и хочет, чтобы молодые стали, то дай это дело молодым. Так удивлялись Иисусу Христу, как это он, 30-летний, начинает учить их фарисеев. И они ему начинают рассказывать, как правильно. Иисусу Христу, написавшему закон, создавшему весь этот мир, сотворившего и их, они, будучи учителями закона, епископами, пастырами, деканами, служителями, они начинают Иисуса Христа учить, что он во всем неправ. И они против него поднимают целое движение для того, чтобы его уничтожить. Может, и мы с вами делаем то, чего Бог нам не поручал. Может, и мы с вами начинаем судить, сплетничать, поливать грязью, а Бог нам этого с вами не поручал. И сказал, иди проповедуй Евангелие. Займись делом, братья и сестры. Сестры, братья, давайте займемся лучше проповедей Евангелия, чем будем перемывать кости другим людям. Будем решать, кто прав, кто неправ. Нам никто не давал такого права, чтобы мы этим занимались. И Бог сказал, не судите. Идите выньте бревно у себя, и потом узнаете, как соринки вынимать. И будете помогать братьям и сестрам. Он сказал, молитесь друг за друга. Вот чем надо заниматься. А не оценивать, кто правильно, Бог услышит, что неправильно. Бог сам разберется, кто правильно, кто неправильно. Наблюдай за собой. И если Бог не поручил тебе быть экспертом и решать, кто прав, кто неправ, то зачем тебе это делать? Зачем тебе подвязаться в то, чего Бог не даст тебе за это венца? Точно так же, как и нам не дает Бог лезть в семьи, разбираться в чужих семьях, лезть в какие-то дела. Не надо нам с вами этого судить. Я вам сколько раз говорил, что когда вы говорите хорошо о плохих людях, Бог вас за это не накажет. Но когда вы плохо говорите о хорошем человеке, которого Бог для себя взял, то вы обязательно получите наказание за это дело. И если вам не дано понимать, приходят люди, эти самые эксперты, и говорят, да ты силой Вильзевула это делаешь. Сам сатана в тебе говорит, кому они это говорят? Иисусу Христу, Богу, Царю всей вселенной ему говорят, да в тебе бес, они ему говорят. Вот такие бывают знания у людей, которые достигли, которые уже много знают, и знают, как это надо делать, и они ему говорят, да бес в тебе говорит. Это от того, что они не получат награду на небесах, потому что подвязались в то, чего Бог им не поручал. И Христос пришел и исполнил только волю своего небесного Отца. И делал только то, что Бог ему поручил. Я даже не вижу, чтобы он спорил с фарисеями и обличал их во всем, что они там творят, и чего делают, и чего они делают. Пару раз он им ответил, но не стал заниматься тем, что рассказывать им, как правильно, как неправильно. Он просто и шел и проповедовал, как правильно. И нужно было просто прислушаться. И нам с вами Бог не дал кого-то судить, а сказал, идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Дает тебе Бог служить с детками, служить с детками. Дает возможность тебе быть проповедником. Слава Богу! Благодари Бога за это. И делай дело Божье так, чтобы потом не было сказано «проклят всякий, делающий дело Божье небрежно. Старайся вложить в это дело все, что ты можешь». Пастор, пасторствуй так, как написано в Библии. Чтобы не тебя почитали и поднимали, возносили тебя везде, а чтобы ты действительно был пастухом стада Божьего порученного тебе. Чтобы если ты учитель, чтобы ты за каждое дитё переживал и волновался, чтобы научить правильно, как написано в Слое Божьем. Чтобы ты не учил своих детей, можно хлопать, нельзя хлопать и всё остальное. Научи детей Евангелию, тому, что написано в Библии. Давайте не будем смотреть, кто пришёл, как дядя удивляется, они там в косынке, без косынки. Вам это не дано судить, не вам это решать. Вы занимаетесь себе. Делайте то, что Бог вам поручил. И когда мы будем делать то, что Бог поручил нам, то мы получим венец. И хочу вам сказать заключение. Нам с вами необходим венец. Делай то, что Бог хочет от тебя. И если ты не можешь понять, чего от тебя Бог хочет, у тебя проблема в отношениях с Богом. Потому что человек, который имеет с Богом отношения, всегда знает, чего Бог от него хочет. Бог не говорит на иных языках, которые мы не понимаем и не знаем. Бог говорит к нам на нашем понятном нам языке. Чтобы и ты, и я его поняли. Но Он говорит с теми, кто готов слушать и соглашаться и принимать это. Если ты никогда его не слушаешь и слышать его не хочешь, потому что у тебя есть своя цель, у тебя есть своя думка, есть свои мысли, то, конечно, Бог с тобой говорить не будет. Бог говорит с теми, кто будет слушать Его, исполнять волю Его. С теми Он станет говорить. И если ты не слышишь, что говорит тебе, Господь, проблема в твоих отношениях с Ним. Это не то, что Он молчит. Это то, что ты не можешь Его слушать. Значит, у тебя с Ним нет отношений. Найдите ваши отношения. Если вы не слышите Бога, если Бог вам не говорит, найдите эти отношения с Богом, чтобы Бог говорил к вам. Я не хочу, чтобы Бог ко мне говорил через пророков. Я хочу, чтобы Бог разговаривал со мной лично. С первого дня, как я стал только христианином, христианином. Я сказал, Господи, я не хочу получать от Тебя откровения через других людей. Если я не прав, скажи мне. Если я что-то должен сделать, скажи мне, Господи. И я буду это делать. Если я должен встать и идти, скажи мне, встань и иди. Я встану и пойду. Я хочу иметь с тобой близкие и родные отношения. И если вы будете ревновать об этом, поверьте мне, что когда дитё попросит яйцо у Бога, он не даст ему камень. Когда попросит рыбу, он не даст ему змею написанную. Ни в коем случае. Но об этом нужно ревновать. Ревнуйте о дарах духовных, чтобы вам послужить и получить свой венец в этой жизни. И не занимайтесь тем, что Бог вам не поручал. И не делайте всяких различных комментариев. Умничать. Писать всякие глупости на свой лад, чтобы показать всем, насколько вы умны, вам Бог этого не поручал. Идите, проповедуйте Евангелие. И весь народ сказал «Аминь». Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так це моя сила Забишу себе я кров'ю аця Так це моя сила з тим життям На сердечній берег є ознака Боле обмене я захищений Сбережений кров'ю Христа